В Крае у третьей проверенных за неделю компаний нашли санитарные нарушения от почти сотни предприятий. Пять территорий региона планируют выполнить планы 2020 года по расселению в лидерах Кизил. В следующем году завод имени Дзержинского может получить контракты на 800 миллионов рублей от своего ключевого партнера. В эфире РБК новости при камере. Я Ростом Багизов. Здравствуйте. В Пермском крае у третьей проверенных за неделю компаний нашли санитарные нарушения. Об этом отчитался краевой Роспотребнадзор. Надзорный орган проверил соблюдение противоэпидемических мероприятий в организациях общепита, сферы услуг, продовольственной и непродовольственной торговли, образовательных учреждениях и на промпредприятиях. Всего около 300 компаний. Нарушения были выявлены почти в сотне. Они расположены в Перми, Чернушке, Чайковском, Верещагино. Самые частые нарекания – это отсутствие средств индивидуальной защиты у сотрудников и посетителей, а также запаса масок, обеззараживателей воздуха, входных фильтров, графиков проведения уборки и антисептиков. Нарушителям будут применены меры административного воздействия, заявили в Роспотребнадзоре. Кизил лидирует по расселению аварийного жилья в рамках нацпроекта «Речь про конкретный этап 2020 года», сообщает Кривой Минстрой. На конец ноября в целом по региону планы 2020 года исполнены лишь наполовину. Расселено более 20 тысяч квадратных метров. Но до конца года эти цифры еще вырастут, заявили в ведомстве. Из 33 муниципалитетов края, участвующих в этом этапе, 5 территорий по итогам этого года исполнят план на 100% и более, завершив исполнение плана даже на год раньше. Наибольшие показатели отмечены в Кизиле. По этапу 2020 года там планировалось расселить менее 500 квадратов жилья. План перевыполнен, расселено более 600. В Чернушинском городском округе исполнение плана составило 104%, то есть тоже перевыполнение. В Куйдинском районе этап был выполнен полностью на 100%. Ну и также все планы планируют выполнить в Кунгуре и Пермском муниципальном районе. В следующем году обанкротившийся завод имени Дзержинского может получить контракты на 800 миллионов рублей от ключевого партнера Кировского АвиТек. По словам конкурсного управляющего Пермского предприятия, которое приводит издание «Коммерсант», это позволит избежать сокращения сотрудников завода в следующем году. Ключевой момент договоренности пока предварительные. В конкурсном управляющем предприятии Лев Шляпин говорит, что переговоры с АвиТек прошли при активном содействии правительства края. Лев Шляпин пояснил, что всего у предприятий около 10 заказчиков, половина из них – это представители оборонно-промышленного комплекса. Сумму предполагаемых контрактов господин Шляпин не озвучил, отметив, что она станет больше. Насколько несколько лет АвиТек был основным партнером Пермского предприятия, на его долю приходилось 75% от общего объема заказов ЗИДа. В начале текущего года руководитель кировского предприятия Александр Иванов говорил, что больше не намерен размещать заказы на заводе Дзержинского. Он объяснял это в том числе и тем, что полученные денежные средства идут на погашение задолженности перед налоговиками и просто списываются со счета предприятия. Сейчас вообще задолженность завода Дзержинского перед ФНС составляет более 3 миллиардов рублей. Знакомые ситуации источники говорят, что АвиТек осуществил заключительный платеж по контракту на 2020 год. Это 200 миллионов рублей, но при этом часть других заказчиков якобы прекратили сотрудничество с заводом. Но между тем, Александр Иванов рассказал изданию Коммерсант Прикаме, что на сегодня подписана только заявка на заключение двух договоров на 2021 год. Один из них является экспортным, другой проходит в рамках гособоронзаказа. Стартовал ежегодный международный форум «Биржевой товарный рынок». Это единственное мероприятие в России, на котором представлена тематика торгов на семи рынках. Нефтепродукты, газ, лес, нефть, минеральные удобрения, уголь и финансовые инструменты. Ключевые направления для региона озвучил глава Прикаме, который принял участие в форуме. Все подробности далее. В прошлом году компании региона, которые торгуют нефтепродуктами, показали прирост объема на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в 340%. А это крупнейшая в стране площадка, которая организует торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, леса и минеральных удобрений. В этом году краевые власти рассчитывают как минимум удержать показатели в этой отрасли и наращивать в других. В пятницу будет принята региональная программа развития малого и среднего бизнеса. На 10 лет до 2030 года и эта дорожная карта или программа предусматривает увеличение количества и занятых людей в секторе среднего и малого предпринимательства и увеличение самого количества предпринимателей. И в том числе она предусматривает инструменты развития биржевой торговли как один из элементов для развития бизнеса. Прикамье входит в тройку по объему реализации древесины в стране. Участие на бирже повысило цену продукта. Это удалось сделать, по словам главы региона, за счет того, что с помощью торговой площадки лес вышел из серого сектора. За последние несколько лет объем незаконных рубок в Прикамье сократился в семь раз. Теперь в планах краевого правительства вывести на биржевой рынок пермских сельхозпроизводителей. Особенно этот вид торговли будет актуален в режиме ограничительных мер на фоне пандемии. В числе преимуществ современная электронная платформа, которая обеспечивает возможность в дистанционном формате, в том числе вне офиса, быстро получать доступ к торгам и находить выгодные ценовые предложения. За счет биржевой торговли значительно увеличится доступ тех субъектов предпринимательства, которые в иной ситуации, в лицо разорванных экономических связей, невозможности свободно передвигаться по стране, просто оказались бы без таланта. Покупателями на бирже являются не только трейдеры и брокеры, но и компании, которые напрямую реализуют продукт. Также во время форума обсудили такие ключевые темы, как государственная политика в сфере развития конкуренции, повышение прозрачности отраслей с помощью биржевых технологий, продвижение торгов в новых отраслях и регионах и ценовая аналитика товарных рынков. Будущее за цифровыми управляющими компаниями и системами с минимальным количеством посредников в сфере ЖКХ. Об этом на пресс-конференции заявил представитель президента по вопросам цифровизации Дмитрий Песков. Он также назвал первым одним из центров технологического развития, в том числе и в этом плане. О перспективе модернизации коммунальной сферы в отдельно взятых дворах высказались экономисты. Подробности в материале Евгении Караксиной. Повысить качество жизни в микрорайоне должны цифровые управляющие компании, заявил представитель президента по вопросам цифровизации Дмитрий Песков. Он также отметил, что в пандемию вопрос цифрового развития вышел на первый план, ну а предыдущие министры этого главу угла не ставили. Сейчас, по его словам, важно отцифровать процессы, происходящие в отдельно взятом дворе. Руководитель проекта по цифровизации в жилом комплексе «Арсенал» Виктор Шестаков делится своим опытом модернизации системы ЖКХ. Он заявляет на сегодня, для большинства жителей искусственный интеллект, интернет-вещей, робототехника, беспилотные системы – это набор слов, которые в комплексе не связаны. Цифровая компания – это система с минимальным количеством посредников, цифровая система, программно-аппаратный комплекс, которая через интернет-вещей, через серверное пространство, через узлы сбора информации, то есть ресурсов, ведет аналитику и вырабатывает оптимальные, лучшие решения по повышению и качества жизни, и капитализации в отрасли ЖКХ. Сейчас активист развивает в своем жилом комплексе экосистему «Лифт». Это и смарт-контракты, и внедрение цифровых решений с целью привлечь инвестиции в свой двор. Цифровизация – это не такой непростой путь в светлое будущее, это, конечно, дорога с тернистым движением, где очень много посредников, которые собирают дань, они, конечно, будут свои позиции терять, и в этом процессе будут сопротивляться. А вот когда мы все это сами реализуем, тогда можно будет считать и экономику практически от каждого нашего с вами действия. По словам экспертов, на сегодня есть проблемы тех избыточностей. Технологий много, но жители о них не знают и не пользуются ими. Поэтому, чтобы изменить систему, нужно развивать и формировать зрелый потребительский общественный запрос, работая с каждым жителем отдельно, поскольку люди не знают, как их активность скажется на экономике. Пока это все. Буш новостей на нашем сайте, в социальных сетях и в телеграм-канале РБКП. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова